В связи с разной кадастровой стоимостью земли пересмотрены все налоговые ставки и льготы. Это не значит, что налог повысился. В некоторых случаях для физических лиц он даже уменьшился. Депутаты предметно работали с каждым видом земли. В Сочи 95 тысяч участков, 2 тысячи принадлежат юридическим лицам, 93 – физическим. Раньше 50-60% всех налогоплательщиков пользовались значительными льготами. Теперь неэффективные льготы были отменены. Основные, конечно же, сохранились. Жители сельских территорий эти ставки, еще раз говорю, не коснулись, они физически изменены на 11%. Но фактически мы будем, может быть, даже первый год налогов заплатим меньше. Ставки по земельному налогу устанавливаются в зависимости от вида использования земли с учетом местоположения участка. Удалось не поднять налог на землю для предприятий общественного питания, бытового обслуживания, в целом для форм малого бизнеса. Вышло даже, что они получили налоговую поддержку. Точные ставки, для кого налог изменился, можно посмотреть на сайте администрации города в разделе «Департамента имущественных отношений» на сайте городского собрания Сочи. Напомню, что 1 декабря – срок уплаты имущественного налога. Администрация города и депутаты просят сочинцев не допускать задолженностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова